Всем большой привет! Сегодня я хочу вам показать свои покупки, наверное, за декабрь, что-то за январь, и новогодние подарки. Немножечко их было, но тем не менее есть. Так что, если вам интересна подобная тематика, то приглашают к просмотру. Ну и первое, давайте начну с подарков одежды. Вот такая кофточка, она уже была у меня в одном из видео последних, наверное. Это подарок от моих родителей, они подарили мне деньги, ну и часть денежки я потратила вот на такой свитерок. Так вот он выглядит для офиса, отлично выглядит. И я для офиса также себе купила юбку. Давайте я дойду подальше, вот так она выглядит. Обычная прямая юбка с небольшим разрезиком. Ходить на работу очень даже удобно. Так, вот эту блузку подарил мне на Новый год муж. Очень красивая, легкая блузочка, очень мне нравится. Хорошо сидит. Так что вот. Такая блестящая, красивая ткань. Следующее, что подарил мне муж на Новый год, это вот такое платье. Кстати, платье и блузка от Зола. Ткань а-ля замша. Очень приятная, комфортная платьица. Хорошо сидит, очень мне оно нравится. У меня есть тоже платье, похожее на ткань замши, но она более такая шоколадного цвета. Это такой посветлее оттенок. Очень мне нравится, что вот такие у меня обновочки. Так, ну а теперь давайте продолжим. Так, небольшие подарки. Коллега на работе подарила крем для рук комплексный. Микуоки, мне кажется, так называется этот бренд. Сразу откроем этот кремик. Вот так вот он выглядит. С милой кошечкой. Родственница подарила мне от бренда Добо. Крем тоже для рук с персиком. Кремов для рук много не бывает. Вот такая упаковка милая. Так что вот, будем пользоваться. Так, и еще. Родственница подарила мне вот такую большую упаковку крема для ног. С мочевиной 15% и витамином Е, Ф. Очень большой объем. Я уже воспользовалась этим кремом. Он очень густой и очень питательный, но не жирный. Я не люблю сильно жирные кремы, которые долго впитываются. С этим кремом все не так. И очень приятно пахнет. Конечно, очень большой. Думаю, можно использовать его на руки, может даже на тело. Попробую, в общем. Но только для ног это мне много. Также, она же, родственница, точнее, жена моего брата, подарила мне вот такой крем жидкое мыло. Но мне оно нравится тем, что оно с дозатором и выходит как муссы для умывания. Знаете, вот такая пенка. Очень удобно. Так что вот, будем пользоваться. Вот так оно и называется мыло. Жидкое, пенное. Вот. Себе. На Валберс я заказала упаковку пилок. Написано, что OPI, но не буду, конечно, утверждать. Здесь 100 на 180 грит. Я пользуюсь, так как у меня гель-лак на ногтях. Заказала себе, мне кажется, здесь 10 штук. Надолго хватит. Буду пользоваться. Так, для ухода за волосами купила я репейную сыворотку. Ее наносить нужно перед мытьем волос. Так, давайте вам подробнее все прочитаю. Против выпадения волос с активным комплексом растительных экстрактов, репейника. Здесь также в составе кофеин и пантенол красный каштан. Так что вот. Такой вот у меня будет новичок в уходе за волосами. В общем-то, я стараюсь всегда перед мытьем какой-то продукт наносить. Масло, либо вот какие-то такие активные сыворотки. Все-таки. Ну и плюс, конечно же, витамины. Кто меня смотрит, знает, что я сейчас активно принимаю БАДы. И да, я заметила состояние волос моих улучшилось. Они стали, можно сказать, перестали выпадать. Немного выпадает волос. Ну, как бы мы знаем, что волосы всегда выпадают в небольшом количестве. Такой цикл идет. Новые растут. Старые выпадают. Поэтому да, у меня всегда в уходе. Теперь такие компоненты. И последнее, что я вам покажу, это будет средство из декоративной косметики. Это вот такой тональный крем Альянс Перфект от L'Oreal. Оттеночек 1.0.1.W. Вот так вот он выглядит. Давно у меня не было тональников от L'Oreal. Что-то захотелось. Зашла в Магнит Косметик и приобрела. Он очень жидкий, как водичка. Давайте вам покажу. Он сразу течет. Смотрите, какой. Я им уже воспользовалась. Наношу влажным спонжем. И все замечательно. Отличный оттеночек. Теплый. Мне подходит. Но наношу спонжиком. Мне так нравится, чтобы получался такой более легкий и естественный вид у кожи. Средство хорошее. Немножко, конечно, я открыла от таких водянистых текстур. Но, тем не менее, отдушка такая неуловимая, нераздражающая. Так что вот. Это все мои приобретения за последнее время. Пишите, комментируйте. Что у вас есть, чем пользовались, что нравится, что нет. Будет интересно почитать ваши отзывы. На этом все. Спасибо большое за внимание. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok